это канал максимации и мы продолжаем играть в gta 5 и я пипец как лоханулся сегодня вообще так ей давай туда к майку короче я записал уже первую серию третьего сезона да мы начинаем 30 сезон новый и последний кстати но я его записал уже и случайно удалил от него запись вообще не туда приехал ну ладно сейчас надо найти дом майкла я сейчас его не смогу найти наверно в общем записал и случайно удалил ее удалил безвозвратно удалил из корзины потом и вернуть вернуть удаленные файлы невозможно никак я пробовал через всякие там программы вернуть файлы удаленные но они либо не находили удаленные файлы либо восстанавливали их но после того как их открываешь пишет что файл поврежден так что ничего не ничего файлы удаленные не восстановит сразу вам говорим ничего поэтому сразу знаете и вот из-за этого нам придется перепроходить миссии которые я прошел другим способом немного мы все равно пройдем но запускать мы их будем изменю к майклу идем короче говоря в гости вот здесь мы останавливаемся здесь должна начаться миссия следующая убери . короче просто берем и нажимаем эту миссию в меню открываем ты где я тебя в доме не вижу а мне пришлось залечь на дно из-за этого милого мексиканца с которым мы с тобой познакомились мы вести сделали для него одну дельзы и поссорились ты чё прикалываешься если вы и где ты обитаешь пустыня рядом саламу си в сэнди шортс ладно я дам тебе знать если что-то найду конечно и кстати его жена у тревора тревор женился нет я про жену мексиканца о боже не знаю что даже сказать ничего не надо говорить рон я вернулся иду тревор принеси мне кофе или я тебе руку отпилю сейчас кто это твоя прислуга деловой партнер хороший надежный рон это майкл а это патриция слушай красавица мне жаль что так вышло и гарантирую что все с тобой будет в порядке мне пришлось так сделать я иногда себя не контролирую ценю твою откровенность я вижу в тебе хорошего человека тогда тебе надо проверить зрение рон скучал по мне а как там бизнес я пытался собираешься поведать я шлютую глотку и набью из дерьмов нет в истории не круто просто пошли не совсем так как надо но я кое-что слышал о мэри уэдер опять эти уроды они ждут большую партию оружия я подумал что тебя это заинтересует о прикольно пошли ты сиди тебя ищут ты лучше не высовываться присмотри за ней она действительно настоящее ли был рассвечь майкл во первых делаем звук немного потише потому что в прошлой серии звук слишком громкий был едем короче в аэродром что ты задумал мы не собираемся атаковать армию наемников на земле мы встретим их в воздухе ну ладно знаешь у тебя рассредила потери товара тогда в порту да это уж полная фигня это точно но я решил последить за радио переговорами подключился к сети мэри уэзер приятно снова оказаться в компании профессионал я должен сказать что услышь хотел услышать другая компания покойного гения майкла таун не такой уж покойную не такого гения да и не таунли он больше его годы годы его страшные изменения в чем выгода но прекрасно без него обходились если вы все прекрасно трудимые бабки где на гонарова за консультации и дивиденды мне нужны купоны я хочу чтобы эти пушки были доступны каждому человеку и зверю от хоу в бич до виспучия мне нужны загородные клубы депрессивная жена блондинка крошка секретарша и так далее приехали миссия довольно долгая но интересно вот такой самолет нужен для борьбы с хорошо вооруженными насчет кое-чего позвони нашим парням по ту сторону границы скажи что товар скоро будет взгляд кукурузник летает неплохо только графика опять только игра почему-то тормозит опять раунд раеру мариуэзер кружит зоне ожидания к западу от нас стараюсь лететь как можно ниже тут военная база и следить за самолетом опять военная база это бесит очень сильно летать летать как можно ниже такие задания очень сильно бесят в гтс андрес такая миссия была и я ее не прошел до сих пор пришло я с помощью чита пропустил и с этим оружием они много бед натворят надо бы забрать его поскорее так вон видите там самолет в небе вот мы за ним сюда сейчас мы за ним полетим но сначала нужно уйти от военной базы потому что у нас на радаре засечать на радаре нас засекут тогда когда облетим сразу же когда уйдем с военной базы тогда тогда можно будет подняться выше и запрыгнуть в этот самолет я не буду наверно вырезать эту поездку потому что этот полет потому что блин тут ой там справа видите ограждение трубы это военная база на ней над ней вообще нельзя летать ни на какой высоте поэтому мы вообще мы не будем пока никуда поворачивать блин я не буду вырезать этот полет потому что были но такие красивые места мне такие вот красивые серьезные места я бы хотел бы в них побывать в реальной жизни грузового самолета 4 двигателя размах крылья 200 футов тогда я фукурузники я это прекрасно понимаю хватит уже наконец так нельзя тоже в воду падать ни в коем случае воду не западать привет сей против какие то спрашивают узнают в чем дело киеву неужели китайцы рональд рональд ты здесь слушаю трейлер рональд сынок я не думал что мы что когда нибудь скажу я не придумал я честно говоря рад что мы работаем вместе не могу даже выразить словами какое-то удовольствие мы отличные команды в каждой команде должен быть лидер а также два безмозных преследователя конечно так самолет не очень хорошо видно пока но подниматься высоко пока все равно нельзя как только мы уйдем от преследовать и это на зоны наблюдения тогда можно будет подниматься опять на радаре да что ж такое нельзя врезаться ни в какое здание так над дорогой будет лететь по полегче никаких зданий никаких деревьев на дороге риск врезаться в принципе очень маленький а вот теперь этот самолет видно получше все мы вылетели мы вылетели из зоны военной базы теперь можно подняться выше наконец-то задней части грузового самолета надо так надо так аккуратно взлететь чтобы попасть внутрь самолет легкий самолет прием назовите свое имя и цель я я просто одинокий парень распыляющий удобрения а ты кто такой неопознанный самолет измените курсы или нам придется вас сбить у меня это вообще невежливо что это за полосы в небе такие этот самолет последнее предупреждение измените курс или будете сбиты я готов рискнуть чуваки как печально что они не слышат меня продать мы получили добро на огонь ну как скажете а я к вам залечу как то вы и вообще стреляете не метко а ладно на кукурузники обратно мы не улетим а в этот раз у меня получилось залететь даже лучше чем когда я первый раз записывал ну а блин они очень большой урон наносит так надо знаете что бросить бомба липучит вот так подождем пока потому что под горючкой не для попадать в какой-то случай блин а как же мы через горючую машину то проявим придется подождать пока они потухнут блин ну мы помяли немного идут а я вижу о о а сюда 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 быстрее стоп одну секунду надо какое-нибудь оружие поприкольнее взять нет а ладно обычный пистолетик возьмем как вам вообще можно здесь расслабиться пилот на борту теперь есть грузовой самолет мэриуэзер диспетчерской сообщаем об изменении курса мы садимся на аэродром маккензи теперь меняю радиоканал прием рон ты меня слышишь я добыл самолет ты с покупателями здесь мы тебя ждем вот что рисует эти полосы в небе я только один управляю самолетом но что такое что это за самолётик внимание самолет мэриуэзер нам приказано вас сопроводить измените курс или вам откроют огонь держите свой задний сшили ой рон на меня напустили авиации черт набери высоту может они спасут пролететь над ними любое агрессивное поведение повлечет за собой решительные меры я сажусь на аэродром маккензи мы можем обсудить это там на земле как мужики нам разрешено вас сбить смените курс или мы откроем огонь думаешь не понимаешь ты каких трудов мне сюда было попасть дважды просить не будем приятель капитан трэф приказывает мне полоскать пявли последнее предупреждение поворачивайте немедленно или мы вас атакуем ты все равно меня сбивать не станешь подумай о жертвах на земле грузовой самолет летит над пустыней нам разрешено открыть огонь вас понял огонь на поражение орел 2 лист 2 они попали в меня ему гранты рон ты меня слышишь движок накрылся прыгай ты важнее чем оружие правление отказал он падает на землю ой прямо в гору если зашел искрить парашют так быстро и быстро и быстро и быстро и пока самолет в гору не летел так он скорее всего улетит прямо в реку все в реке он не навредит никому активируем парашют вот садимся прямо под нашим домом ух не уж то получилось турбулентность выполнена так дальше я обрежу так короче говоря тревору после этого тревору звонит рон и говорит о том что к нему заходил агент андре санчес и сказал что нужно ему и майклу встретиться там в пустыне где-то там на кухне какого-то там магазине или где-то штабе не помню где это задание я в прошлое серия не выполнил потому поэтому она осталась на карте после этого задания я сразу же начал миссию за фран переключился на франклина и начал миссию которую выдает давин уэстон я не помню где давин уэстон находился поэтому я переключаюсь не на нее с помощью меню звонки правда от мартина мандраса вы не услышите эй молли я у студии так прыгайте через стену машина на стоянке а дальше что туда пускают только актеров играющих главной роли и каскадера так что можете переодеться и сойти за одного из них и попробовать что-то другое когда придет мимо охрана убедить что за вами не следят позвоните мне ну да а идите актеры в этом задании нам надо украсть еще одну машину в этом задании нам надо украсть еще одну машину садитесь машину ну актерский костюм все равно не поможет на самом-то деле черт побери где бренды ищите его я должен найти зачем нам все эти декорации это чё похищение но это похищение не вас это похищение машины полбора нам за нами еще и едут едут критики заразы какого черта мнение все нормально дурацкая недооцениваешь ты стоимость этого автомобиля дурацкая блин не мешай мне ехать а то мы с в своем сдухе и смотрите какую прикол еще сделал ооо ха 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 да было бы еще бы красивее если быke игра б์ не тормозило там машина у вас отгоните ярко с авто мистер вест ой сейчас готовится к марафолу а но сможет изменить маршрут тачка у меня все круто никаких проблем студий уже тратит кучу денег так что лишние проблемы и не нужны каком состоянии машина мы собираемся сделать так чтобы орудие стреляли настоящими переплепаться на же однойме л includes не катапульта нужно что заменять вот еще что охрана мистера уэстона беспокойно тем что у гаража будет подозревать не тип если вы что-то увидите то сообщите нам непременно сообщим когда первый раз записывал это видео вы было два зон два гневных звонка от мартина мандраса ну к сожалению вы их не услышите из-за мы из-за того что это клоханулся жестко да у тебя тут уже репутация страховые компании терпеть не могут такие дела но правда кому-то понравится когда его разводят гладко все сам понимаешь а знаешь чем прикол мне принадлежит большой пакет акций этой студии то что к году плане мы действовали по закону но в каком-то смысле посмотрите на этого засранца не ты про просто кингера ламар ты какого черта здесь делаешь а я просто загнул тревор и полный капец искать твоего корича из какого-то обитаминщика дэвин уэстин спец под учасовым женским оргазмом чё как кореш я ламар дэвис он как раз уже уходит да не-не-не подождите пацан ты хочешь подработать конечно я всегда ищу способы вот такие люди мне нужны предсказуемые слушай мы могли приходить его пацанчика да могли бы конечно и да мы могли бы это сделать хочешь ты чё хочешь тянуть его в это дело угонять тачки я хочу получить свои деньги спокойно я чую эмоциональное напряжение он сердце а ты мозг неужели я не прав я хочу чтобы ты был на стрёме когда будем выводить все это говно из города ну как скажешь позвони мне когда закончите вам сделайте так чтобы мы получили этот уж как следует подойди к сюда дай мне поговорить со своим юристом не трогай меня я не поеду тебе но да 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 давай расскажу тебе как устроен мир собственно говоря вот так вот ну и под конец видео мы посмотрим что же будет если после вот этой вот миссии свободное падение выехать за тревора или майкла из города у нас по сюжету майкл и тревор не должны возвращаться в лос-сантос и мы сейчас посмотрим что же будет если все таки вернуться в лос-сантос ну что проверим мы приехали в город о начали появляться люди мартина мандраса и сейчас они будут атаковать нас о мои люди за не слышу и снова лос-сантос мистер филлипс это чудесная новость все в порядке марте мне приехал пострелять нельзя переключаться на майклы или франклина пока мы не покинем лос-сантос снова эти чуваки здесь не цена не пытаться убить да их заносит все мы их остановили да ладно еще и полиция давай беги за мной чувак о ничего себе насколько сильно они врезаются по нам в общем вы все поняли что пока они что пока мы не выполним миссию под названием аферы лос-сантос лучше нафиг не возвращаться потому что будут люди мартина мандраса и они будут очень долго нас преследовать ладно на этом мы закончим эту серию всем спасибо за просмотр с вас лайкос подписался и с меня эпичные видосы подписывайтесь на мой запасной канал а еще на группу вконтакте и всем пока спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр